Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Обсудим видеоролик Беженцы, Германии и Украинские беженцы 12 часов после отека и как я распухла. Короче, ребятушки, нашу Юльку несчастную и бедную укусила то леса, то ли пчела. Ну и получается, что была какая-то аллергическая реакция, она там отекла, опухла, там что-то ей чесалось, зудело. И понимаете, целый видеоролик 20 минут про эту осу или пчелу. Помимо того, до этого она ела тазики с едой, да, три рыбины, впихнула миску салата и было ей нипочем. Тут всё, аппетитик пропал, кушать не хочется, так плохо лежит и какой-то капец. Где-то прочитала она, что якобы помогает сладкий чай, но слушайте, что она сказала. При сахарном диабете нельзя пить сладкий чай. Ребят, слышали? Это она сама сказала, то бишь у неё сахарный диабет. Ребят, я в шоке, я просто в шоке. Вы видели, сколько она ест? И что она ест, эта дамочка? Да просто всё подряд, что не приколочено. И огроменными порциями ходит с палкой, потому что передвигаться уже проблема. Ребятушки, ну она же и не старая дамочка, чтобы всё было так печально. И знаете, вот все пишут, типа, якобы Лариса намеренно раскармливает сестру, всякое такое. Ребят, вы же не видели Ларису. Она ничем не отличается от Юльки. Фото Лоры есть в интернете, поэтому Юлька ест, эта сидит напротив, её снимает и тоже точно так же ест. И поэтому, ну, они одинаковые. Лариса специально себя не показывает на камеру, чтобы ещё больше не охали и не ахали. Но она не хочет сниматься. А эта рада стараться ради бабла в кадре помельчешить, когда угодно и где угодно. И, короче, ребят, ну вот, знаете, уже просто не знают, что снимать, не знают, о чём говорить. И уже про эту осу пилят второй ролик подряд. Прям немощная такая, прям вся такая несчастная. Всё, укусила оса или пчела, и беда. Ну, кстати, я хочу отметить, ребят, вот неужели не страшно ни одной, ни второй? Вы представляете, да, у неё сахарный диабет, да, и мало ли что может случиться с человеком. А ведь она совершенно не думает о своём здоровье. Это касается жрачки, да. Мне-то по барабану какая она, там, толстая, не толстая, там, красивая, некрасивая. Вот мне абсолютно всё равно. Она сама кузнец своего здоровья, кузнец своей жизни, кузнец своей красоты. Это её проблемы, это её дела. Но дело совершенно в другом. Дело в том, что человек, имея сахарный диабет, жрёт всё подряд, и всяко может произойти. И вот представьте, кто её подымет, не дай боже, что случится. Я не знаю, как так жить. Как так жить и не бояться за собственную жизнь, за собственное здоровье, ребят. Кошмар! Кошмар! И читаю комментарии. Раньше как-то было больше позитивных комментариев в их сторону. А теперь люди, видимо, уже увидели в них, кто они есть. И знаете, комменты, конечно, прикольные. Пишут, надо съесть ведро еды. Полегчает. Ну да, потому что, вот знаете, как пожрать, да, то здоровье имеется. А как тут прям оса или пчёлка там чуть-чуть ущепила, так и капец. Ещё неизвестно, от чего она опухла. От пчелы, осы или от того, что, а бы чего съела тазик. Вы знаете, ребят, я честно вот ещё и сомневаюсь относительно осы. Кстати, Юлька что-то ходила вот в магазин за алкашкой. Да, какую-то алкашку, да, не нашла по акции. Хотела лечиться от чего-то. А от чего лечиться, непонятно. И вы знаете, вот я так задумалась, что если бы оса укусила, да, Юльку, то вот с человеком, да, с такой огромной комплекцией, мне кажется, ничего бы не случилось. Ну, просто, знаете, надо привлечь внимание, несколько видеороликов поныть, чтобы её пожалели. Там же она алиментовала. Там же целый скандал был в комментариях, где она затронула тему политики и своим языком чесала по делу и без дела. Ну, а теперь всё, слегла, надо полежать, оса укусила, пухла вся, аллергия, мне плохо. И целых два видеоролика рассказывает, как ей плохо. Ну, правда, ребят, целый цирк решили эти сёстры разыграть. Даже, говорят, уже сообщили, да, куда надо, чтобы это гнездо осиное или пчелиное убрали. Потому что беда бедой, как же теперь окна открывать, а ведь надо проветривать. Ой, ребят, проветривать, конечно же, надо. Это просто несомнительно, потому что они обе как напихают в себя всякой ерунды тазиками, то действительно надо проветривать, потому что там не дохнуть будет. Это точно. Ой, короче, ребятушки, развели они эту эпопею с осой аж на два видеоролика, как будто никого никогда не кусала оса, ни у кого не было аллергии. А вот о том, что они жрут, вот они почему-то не думают, что тоже может быть страшенная аллергия. Да, ребятушки, даже и не аллергия. Посмотрите, что они жрут и какими порциями. Вот как может выдержать организм. Тут здоровый организм не выдержит, а у этой сахарный диабет. Вот как не боится так жить, ребят, я не знаю. Неужели жрачка заменила всё? И здоровье, и, знаете, внешность. Вот как так себя не любить, чтобы так жрать? Вы знаете, для меня это такое понятие, что вот все эти жруны, наверное, ненавидят себя. Ну, потому что, ну, по-другому мне не понять, как можно столько жрать. Это как надо себя ненавидеть, чтобы довести до такого состояния. Ребятушки, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.